Конец очереди. Строительство крупнейшего в мире шерлемырлевого завода Шимыза наметили в самом отдаленном районе Ибанска, как можно подальше от населенных пунктов и путей сообщения. Нашли самое топкое болото и возвели на нем трубу. Завезли заграничное оборудование и тут же утопили в болоте. И это как раз было правильно, так как мы сами умеем делать лучше и без эксплуатации отсталых народов. Потом вырыли вышку и заложили первую скважину. «Когда мы построим Шимыс», — сказали первопроходчики корреспонденту теленеведения, — «никто не поверит, что на этом месте была жуткая трясина. Вот тут, например, у нас уже пятый трактор утонул вместе с экипажем. Здорово! Романтика!» И первопроходчики, разгоняя дымом сигарет и запахом водки мошкару, чуть охрипшими голосами запели свою любимую песню. «Пусть грызут нас мошки с комарами, пусть столом нам служит старый пень. Мы совместно с бывшими ворами строим изма высшую ступень». Завод запланировали с таким расчетом, чтобы ядовитыми отходами производства отравить остатки никому не нужной окружающей среды и, главным образом, удушить рыбешку в близлежащем озере, которое несколько снизило темпы роста сдачи икры и пушнины государству. Истребление рыбешки объявили ударной стройкой. «Все силы нашим из», — сказал Заибан в своей речи по поводу награждения орденом места, на котором должны были вознестись к полярному небу многоэтажные корпуса жилых благоустроенных домов для строителей. Для стройки потребовалось, по предварительным расчетам, 10 миллионов добровольцев. Состоялось общее собрание очереди, на котором все очередники решили переселиться на Шимыс вместе с ларьком и забегаловкой. Хмыря, балду, учителя и прочих тоже схватили и добровольно присоединили к добровольцам. «Это конец», — сказал Хмырь, копая землянку. «Да», — сказал учитель, сося беззубым ртом грязный сухарь, — «это начало». По телевизору показали документальный многосерийный фильм, всесторонне освещающий жизнь шимазовцев. Из фильма было очевидно, что каждый шимазовец имеет отдельную пятикомнатную квартиру, машину, кандидатскую или докторскую степень, пыжиковую шапку, банку красной икры, банку черной икры, целую штуку копченой колбасы, шашлык и красавицу новобрачную с колоратурным сопрано. «Зажрались, сволочи», — сказал Заебан в кругу запирангов. «Надо часть избыточного продовольствия из шимаза перебросить». Потом решили устроить в Ибанске соревнования по бегу с подыбанцами. Все средства перебросили на нужды чрезвычайного комитета по организации соревнования по бегу на всевозможной дистанции, включая бег с препятствиями ЧКП ОСП БНВ ДВ БСП. И прошим из забыли, передав его в распоряжение ООН. «Не лагерь, а санаторий», — сказал сотрудник, подписывая смету на строительство охранных сооружений и домов для ВОХРы. «Надо будет путевки распределять по учреждениям организованно. Пора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Возвращение «Ты хочешь слишком многого», — сказал хмырь, — «кто тебе это даст?» «Никто», — сказал учитель. «Люди сами должны это изобрести. Любой ценой. Иначе конец всему». «Как это все банально», — сказал балда. «Да», — сказал учитель. «А что не банальное можешь предложить ты?» «Ничего. Удручающая банальность всех наших проблем рождает психически сложную компенсацию. Скучно». «А что делать?», — сказал я. «А что делать?» «Встройка дня команды, тво's возможность об этом �pisuis». «Ютclubு det intraеб �» «Далее��ий Kenya и царán побед Вoffs Dr. emoсянии шторы миниativity». «А что делать?» «М ужасное» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конец оппозиции... — Кажись, назрела... — сказал Заебан и запил сказанное стаканом подыбанской сивухи. — И крепка же сволочь! Вот что значит заграница! — И все-таки наша ебанючка ширше! — сказал Запиранг-21. — Конечно, назрела! — сказал Запиранг-11, хотя понятия не имел, о чем идет речь. Этого не знал и сам Заебан, но именно в этом-то и заключалась мудрость дуболектики. «Назрела!» — заорали народные массы снизу и начали почин, подхваченный инициативой сверху. Чтобы ускорить наступление того, что назрело, а то, что это назрело, ни у кого не вызывало сомнений, решили по инициативе снизу и по почину сверху, которые потом поменялись местами, а потом опять поменялись местами, образуя монолитное единство. Одним словом, решили ввести режим экономии. — Продукты стоят чрезмерно дешево! — сказала спиночесальщица. — Верно! — сказал Заебан. И, идя навстречу пожеланиям трудящихся, повысили цены на продукты. — Мясо слишком много жрем! — сказал задолизатор. — Верно! — сказал Заебан. И из магазинов исчезло мясо, которое еще с прошлого года собирались пустить в продажу, но своевременно не успели, так как его не было уже за год до этого. — Масла слишком много лопаем! — сказал хлеборуб. — Верно! — сказал Заебан. И вскоре обнаружилось некоторое несоответствие чрезмерно высокого жизненного уровня и несколько отстающих возможностей его удовлетворения. — Надо честно признать, — сказал Заебан, — что опережаем. — Надо! — короче говоря, по просьбе интеллигенции, решили сократить почасовиков и полставочников низшего ранга. И оппозицию уволили. В газетах напечатали статьи о том, что благодаря этим мудрым мероприятиям жизненный уровень трудящихся резко повысился. Про оппозицию забыли, как забыли зарыть яму под окнами дома, в котором жил болтун. — Не беда, — сказал учитель. — У меня теперь будет еще больше свободного времени для творческой работы. — Отличительная особенность нашей жизни, — сказал Заебан в речи по поводу приближающейся второй ступени псизма. — Это неудержимая динамика. Мы идем вперед, намного опережая свой зад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращение Рано утром болтун поехал в похоронное бюро и занял очередь. Очередь двигалась поразительно медленно. Хотя в бюро слонялось по меньшей мере двадцать-тридцать служащих, похоронную документацию выписывал всего один сварливый человечек, ненавидевший все живое. Он придирался к каждому пустяку, заставляя переделывать трижды переделывавшиеся бумажки. Не более одного человека из десяти стоявших получала жетон в крематории и колумбарии. «Какой-то кошмар», — сказала болтуну стоявшая перед ним интеллигентная женщина крайне преклонного возраста. «Пятый раз стою. Вот, взгляните. Это первые бумаги. Исправил. Пошла опять по учреждениям. Заполнила и заверила все справки так, как он велел сделать. Принесла. Опять неправильно. Исправил так, как у меня было сделано с самого начала. И так пятый раз. Боже мой. Даже умереть и похорониться без этой унизительной процедуры нельзя. Я ему сказала, что однажды я умру здесь в очереди. И знаете, что он мне ответил? А штрафуем, говорит. Или на десять суток посадим. А у меня трудовой стаж пятьдесят лет. Где же выход? «Выход очень простой», — сказал болтун. «Надо высчитать все возможные варианты заполнения документации и сразу принести все варианты. Это примерно десять миллионов вариантов. Пустяки». Когда приблизилась очередь болтуна, приехал директор бюро. Бюро закрыли. Все сотрудники ушли на совещание. Обсуждался вопрос об обязательствах к празднику и о вызове похоронного бюро соседнего района на соревнования. Сварливый человечек предложил увеличить число смертей втрое, а число кремаций в десять раз. Собрание встретило предложение бурными аплодисментами. Когда бюро возобновило работу, сварливый человечек стал еще свирепее браковать документы, собранные посетителями с величайшим трудом. «Готов держать пари», — подумал болтун, — «что он живет с семьей в маленькой комнатушке в коммунальной квартире, получает гроши и не может до сих пор второй год устроить ребенка в детский сад. А жена его, придя с работы, торчит в очередях за продуктами, которые подешевле. И все зло за свое жалкое существование он вымещает на беззащитном собрате. И здесь он царь и бог. Здесь он всесилен». Болтуну, однако, повезло. Повезло первый раз в жизни. И последний, — подумал он. Забраковав документы у двадцати человек, стоявших перед болтуном, человек решил сделать передышку. Он даже обратился к болтуну на «вы», что он делал раз в год в крайне исключительном случае. «У вас вроде все в порядке», — сказал человечек. «Характеристика, правда, не совсем по форме. Ну да ладно, мы же не бюрократы. К чему разводить бумажную волокиту? Только как вам дали рекомендацию в крематорий, если вы не достигли еще пенсионного возраста? Для этого нужны чрезвычайные обстоятельства. «Неизлечимая болезнь? Да», — сказал Болтун. «Одуряющая скука». «А-а-а», — сказал человечек. «Тогда другое дело. Вот вам жетончик в крематорий, а это в колумбарий. Всего хорошего. Будьте здоровы». Следующий. Болтун вышел из бюро умиротворенным и успокоенным. По закону он имел право в течение трех дней попрощаться со всеми своими родственниками и друзьями и привести в порядок свои земные дела, то есть уничтожить или раздать все свои вещи и сдать комнату заведующему домом. Но через три дня, в точно указанное время, он должен явиться в крематорию и... занять очередь на сожжение. По ибанской классификации очередей эта очередь называется «живой». За все время после принятия закона о смерти в Ибанске не было ни одного случая, чтобы человек, проявивший искреннее желание осознать неизбежность своей смерти, не явился в положенное время к своему крематорию. В Ибанске даже смерть есть дело сугубо добровольное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Срыв переворота Как в хорошем детективе, гениально задуманный план переворота сорвался из-за пустяков. Участкового споить не удалось, так как он с утра был в стельку пьян. Забегаловку еще с вечера закрыли на учет, так как заведующий проворовался. Телефонную трубку оборвали хулиганы еще в прошлом году. Претенденты на пост нового заебана оказались все настолько одинаково серыми, что выбрать из них самого глупого не сумели даже на машинах в жопе. Сотрудник поносил ибанские порядки, пил водку и тщетно пытался найти хотя бы одного оппозиционера. Он не привык пить в одиночку. Продолжение следует... 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 И кем бы вы подумали? За перангом 39, а не 17, как все предполагали заранее. Новый заебан несколько охладил пыл, но остановить ход истории стало уже невозможно. Новый заебан фактически продолжал политику старого, хотя и вонял несколько меньше его. Еще во время визитов Запода и Старого Заебана были заключены договоры. Прежде всего договор о ненападении, согласно которому высокие договаривающиеся стороны обязались до поры до времени не нападать друг на друга. Это послужило толчком к тому, что военные штабы обеих великих держав немедленно приступили к перевооружению армии и разработали генеральные планы мобилизации и ведения предстоящей войны. От подыбанских шпионов стало тесно на ибанских улицах. А представляете, что началось твориться в Подыбанске? Происходившие там недавно многочисленные сенсационные процессы явно свидетельствовали о том, что подыбанцы не могли уже поручиться даже за своего Запода. Затем заключили договор о взаимной выручке и взаимопомощи в борьбе против совместного противника. Ибанцы стали поставлять подыбанцам танки и самолеты, а подыбанцы – вонючие газы и гнилостные бактерии. Благодаря такой бескорыстной помощи обе армии очень скоро сильно укрепились. Уже в начале лета на Дыбанском был сбит разведывательный самолет подыбанцев неизвестной конструкции. Самолет летал без горючего, без пилота и без фотоаппарата, но успел заснять все секреты. И если бы не бдительность ООН, то дело могло бы плохо кончиться значительно раньше, чем запланировали. Заключили также договор об экономическом сотрудничестве. Ибанцы стали поставлять в Подыбанск сельскохозяйственные машины, ткацкие станки и другое промышленное оборудование. Подыбанцы стали поставлять в Ибанск продовольствие. Ибанское руководство проявило особую заинтересованность в Ширли-Мырли. Хотя никто не знал, что это такое, подыбанцы обязались поставить ибанцам большую партию Ширли-Мырли по самым низким ценам. Правда, за это они потребовали от ибанцев пыжиковые шапки и автомашины новые популярные марки Ибаны, а также 3 миллиона сувенирных матрешек. Ибанцы полностью взяли на себя строительство завода кинофотоаппаратуры в Подыбанске. Подыбанцы начали строительство крупного мочепровода, который должен проткнуть землю насквозь и выйти в самом центре Ибанска. Ибанцы начали строительство комбината по переработке Ширли-Мырли, а подыбанцы обязались поставить для него новейшие станки. Всего было принято соглашение по 9371,5371 видов продукции. Ибанцы дали подыбанцам крупный заем, чтобы помочь им преодолеть инфляцию. Подыбанцы обещали проводить политику максимальных льгот в торговле с Ибанском. Была принята, наконец, программа совместных исследований электрона, который, как известно, тоже неисчерпаем вглубь, и космоса. И уже через год подыбанцы вышли на орбиту. Было принято еще одно соглашение, но о нем не сообщили в печати. Оно касалось совместных действий против интеллигенции. Содержание его до сих пор осталось неизвестным. Установили четкие границы со всеми связанными с ними атрибутами – паспорта, визы, тамошня, пошлины и т.п. Стало модно ходить голыми, кишеть насекомыми, жрать экскременты и вонять в соответствии с социальным положением. «Ситуация сложилась обнадеживающе», – сказал Запот, незадолго до того, как его улечили в жульничестве и сожрали. «Наша политика разрядки напряженности во взаимоотношениях с подыбанском дала блестящие результаты», – сказал Заебан, незадолго до того, как его улечили в либерализме и скинули. Подыбанцы испытывали только одно затруднение в общениях с ибанскими руководителями. У последних все рожи были на одно лицо, и подыбанцы постоянно их путали и делали все не в попад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оппозиция за работой Оппозиционеры встали в самую длинную очередь к окошку, в котором выдавали зарплату самым низшим чинам ООН, штатным осведомителям, тайным агентам, а также низшим стукачам, революционерам, либералам, прогрессистам и т.п., зачисленным как почасовики и полставочники. Рядом стояла очередь покороче. В ней учитель заметил социолога, мыслителя, супругу и прочих. Но они виду не подали. Вообще в кассе ООН строго соблюдалось правило «здесь никто никого не знает». И когда Хмырь обратился было к балде на «ты», тот сказал, что он не привык к такому хамскому обращению к себе со стороны незнакомых людей. И Хмырь сник. В самой короткой очереди, в которой стояли имеющие право получать без очереди, стоял сотрудник. И всем было скучно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Обмен опытом». «У нас исчезла преступность», – сказал Запиранг. «А у нас ее никогда и не было», – сказал Глопоид. «Как же так», – удивился Запиранг. «Очень просто», – сказал Глопоид. «У нас никогда не было понятия преступности». «Но встречаются же у вас случаи, когда индивиды ведут себя так, что их требуется наказывать», – не унимался Запиранг. «Ах вы об этом», – сказал Глопоид. «Таких сколько угодно. Но какие же они преступники?» «Настоящие преступники всегда ловко ускользают от возмездия. А наказываемые, как правило, не виновны ни в чем и подвергаются наказанию только потому, что не могут от него уклониться. Поэтому мы и не стали заводить само понятие преступности». «А как вам удается избегать преступности?» «Очень просто», – сказал Запиранг. «Мы уничтожаем преступников еще до того, как они успевают совершить преступление». «Профилактика». «Превосходно», – сказал Глопоид. «Над и нам будет перенять ваш замечательный метод». Потом Глопоид рассказал о применяемой в Подыбанске системе наказания преступников. Особый интерес у ибанцев вызвало исправительное кольцо. Это замкнутый кольцеобразный коридор. Осужденный получает пищу в определенное время, и чтобы получить новую порцию пищи, должен пройти то количество кругов, на которое осужден. И делает он это непрерывно в течение всего срока, на который осужден. Например, осужденный приговаривается к мере наказания 10 дробь 5. Это значит, что он должен в течение 10 лет непрерывно преодолевать по 5 кругов, чтобы получить свою порцию пищи. У Подыбанцев нет смертной казни. Ее заменяет очень гуманное наказание 100 дробь 100. «А кто выносит приговор?» спросил Запиранг. «Народ», – сказал Глопоид. Запиранг рассказал о том, какого высочайшего совершенства достигло правосудие в Ибанске. «Все автоматизировано. Все делают машины. Место судей заняли ученые, разрабатывающие программы для машин. Какая мера наказания у вас является высшей?» спросил Глопоид. «Прочитать вслух под контролем машины полное собрание сочинений всех заебанов, начиная с первого», – сказал Запиранг. «Мера в высшей степени гуманная, так как все осужденные подыхают от мучительной скуки, даже не дочитав речей самого первого заебана». Но Глопоид этой меры не понял. «Подыбанцы не знали, что значит читать, а уж писать тем более». Запиранг, правда, умолчал о том, что пища осужденному выдается только после прочтения очередного тома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Возвращение И приснился Мазиле сон. Ему снилось, что с утра его новую мастерскую на проспекте победителей стали заполнять чиновники из Министерства культуры, сотрудники ООН, руководители из отдела культуры, представители Главного управления изобразительного искусства, инспекторы канцелярии главного теоретика, журналисты, художники, писатели, женщины, девицы, стукачи, друзья, знакомые и иностранцы. В новой просторной мастерской толкучки не чувствовалось. Монументальные фигуры из нового вечного материала соплепласта выглядели значительно более маленькими, а толпа более жиденькой. Из иностранцев преобладали подыбанцы, поскольку другим взяться было уже неоткуда. Американские и французские ибанцы попробовали было сунуться, но им не дали визу. Хватит, мол, поездили, сидите, где указано. Подыбанцы делали вид, что им все очень нравится. Но между собой они говорили, что их халтурщик Лепила, которого они недавно сожрали за отступление от принципов подыбанского изма, лепил куда лучше. Да и материал у него был покрепче – третичный кал. Скульптурки-лепилы до сих пор не могут расплющить завезенными из Ибанска атомными молотками. Вот это работа. «Приготовились», – скомандовал режиссер телевидения. «Съемка!» И Мозила решительно сдернул грязную рваную тряпку, скрывавшую его новое произведение. Собравшиеся дружно ахнули и замерли от восторга. Они увидели высеченную из еще более вечного материала, пятикратно переваренного кала, прекрасную голову заебана. На его могучий и мудрый лоб не спадали вьющиеся кудри. Прямой, сильный древнеримский нос выражал спокойствие и уверенность в правоте дела. Выступавший вперед недавно германский подбородок выражал непреклонную волю. Мягкие древнегреческие женственные губы говорили о необычайной доброте и гуманности этого величайшего государственного деятеля эпохи. Поразительно воскрикнул неврастенник. Я уж не говорю о портретном сходстве. Оно совершенно. Но насколько глубоко и точно передана духовная сущность этого человека, олицетворяющего нашу эпоху? Да, сказал мыслитель. Глядя на это, наши потомки скажут о нашем времени. Увы, золотой век человечества остался позади. На свете порядок блюдется, закон есть железный такой. Всегда позади остается доподлинный век золотой. Закон тот бетонно-железный бессмысленно опровергать. Познай его, будешь полезный урок для себя извлекать. К чему прогрессивные меры? Терпи, пока время придет. И век твой жестокий и серый потомок золотым обзовет. — Ну как? — спросил Мазилова Болтуна. — Каждый погибает по-своему, — сказал Болтун. Одних убивает насильно, других незаметно для убиваемых, а третьи убивают себя сами. — Здесь мне больше делать нечего. Пора. Я породил этот шизофренический мир, я его и уничтожу. Причем по законам самого этого мира. Я уничтожу себя. — Какой кошмар, — подумал Мазилова. Попробовал проснуться, но не смог. От этого кошмара не просыпаются. И слишком поздно пришла ясность. Линии привычные чертя, Рукам, ушам, глазам своим не веря. Я чувствую вопят, катись ко всем чертям. Видали мы таких? Невелика потеря. Невелика, когда лишь горечь за душой. Никем не сокрушен, но никому не нужен. Когда всему и всем всегда чужой. Когда твой путь игольной дырки уже. В извечной слякоти не сыщешь ясных фраз. В трясине серости не ощутишь опоры. В которой, посчитай, и не последний раз. Пусты согласия, бесперспективны споры. Порывы творчества – приманка для юнца. Работа – боль от пяток до затылка. Суть вдохновения – ожидание конца. Единственная бесспорная посылка. Чего хочу? Какую нить я рву? Куда иду? Какую радость рушу? Свобода – шаг от камеры ко рву. Бессмертие – червь в мою ползущей душу. У гибель гения есть не эпизод, а суть этого общества. Последнее, что пришло ему в голову. Утром в мастерской появились строители. Они собрали пустые бутылки и на вырученные деньги купили пол-литровку, которую тут же распили из горла и без закуски. Мастерскую снесли. На месте ее воздвигли величественные корпуса Института по выявлению талантов в зародыше. Ибанцев наградили. Кому дали орден, кому дачу, кому бутерброд, кому шиш. Младших научных сотрудников отправили копать гнилую картошку. Проверенные стукачи уехали на международный конгресс. Протянули руку братской взаимопомощи тьму тараканцам. Выразили протест, нанесли визит, ввели всеобщее обязательное сверхвысшее образование и утерли всем нос. Отпраздновали юбилей. Приняли постановление о подъеме всего на новую, высшую ступень. Устранили недостатки. Начали борьбу с поголовным взяточничеством и пьянством. Встали в очередь и стали ждать, когда и до них доберутся. В речи по поводу успехов за Ибансказал. «Ибанск теперь живет по законам красоты. Взгляните хотя бы на внешний облик Ибанца», – воскликнул он, показывая своего могучего рыла по частям на экранах телевизоров. «Мы вывели не только новый высший тип человеческой общности, но и новый высший тип человеческой мордоличности», – любимец пенсионеров поэт Распашонко откликнулся на речь за Ибана новой поэмой. «Глянь на последнего Ибанского засранца, и ты увидишь в нем правильный ответ. Ничего прекраснее, чем рыла у Ибанца, как на том, так и на этом свете нет». «Самое время сажать», – подумал теоретик, и так далее, и тому подобное. Тьфу! Мать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова План переворота «Переворот назрел», – сказал сотрудник. «Вот данные. За Ибан получил 10 тонн орденов, совершил 10 тысяч поездок, начитал 100 томов речей, сделал миллион глупостей. Запиранги кипят от зависти. Еще немного, и они подыхать начнут, так и не успев покрасоваться на сцене истории в качестве фигур первого класса». «Согласен», – сказал начальник ООН. «А кого мы посадим в новые заебаны?» «Претендентов, имеющих шансы, всего 197», – сказал сотрудник. «На этот раз пустяки». «Да», – сказал начальник. «Это-то и вносит усложнения». «Хорошо», – сказал сотрудник. «Мы намекнем за вторангом, и тогда число претендентов утроится». «Добро», – сказал начальник. «А в заебаны отберем самого бесперспективного кандидата, не имеющего никаких шансов. Как всегда». «А может быть, вы сами?» – заикнулся было сотрудник. «Ты что, совсем сдурел?» – заорал начальник. «У меня больше всех шансов. Я кандидат номер один. Как всегда. А ты знаешь хотя бы один случай, чтобы первый претендент приходил к власти?» «То-то. Доложи план переворота». «Слушаюсь», – сказал сотрудник. «Итак, первым делом захватываем забегаловку. Потом сортир. Одновременно окружаем ларек и отрезаем телефонную трубку. Участкового спаиваем. Сделаем все так, что даже никто не заметит никакого переворота. Обычный пьяный дебош. Массы? Массы пойдут за нами. Мы выбросим лозунг «Шир ли мыр ли всем желающим без очереди?» «Каково?» «Классики сдохли бы от зависти». «Оппозиционную группу потом ликвидируем. Пара процессов и все. На них свалим все недостатки». «Добро», – сказал начальник. «Действуй. Когда переворот совершится, доложишь». «Постой, постой. А сроки?» «Сегодня поздно, а завтра рано», – сказал сотрудник. «Так что...» «Обира дебошу». «Б相вили stolen, а сроки?» «Постой, пустой, а сроки?» «Теми?» «С negotiали». «Но?» «С scalей» «Сравна». «Обира». «Самчурел», «Самчурел». «Обира». «Обира», «Самчурел». «Моя». 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 Продолжение следует... Конец легенды. Спросила девица. Потому что мы такие есть, сказал учитель. И хотим быть такими. И потому мы таковы. Неужели это все так просто, спросила девица. Да, сказал учитель. Это все действительно так сложно. Говорят, что мысленные действия доставляют людям то же удовлетворение, что и реальные, сказала девица. Так что какая разница, было ли все это в твоей голове или с твоим телом? Да, сказал учитель. В принципе так. Но есть лишь небольшая количественная разница. Удовольствие от мысленного производства в генералиссимусы не превышает по величине удовольствия от реального производства в ефрейторы. Если ты мысленно переспишь с Венерой, то удовольствие от этого будет не больше, чем удовольствие от ночи, проведенное в кровати посудомойке, выходящее на пенсию по старости. А что будет, спросила девица. Будет прогресс, сказал учитель. Наши ученые научатся избавлять людей от боли, от страха смерти, от зависти, от обиды и тому подобное. Два-три укола при рождении и безоблачное существование обеспечено. Какая красота, сказала девица. Хотела бы я родиться тогда. Напрасно, сказал учитель. Сходи в психиатрический комбинат, и тебе таких индивидов будущего покажут в любых видах и количествах. Жизнь без страха смерти и прочих отрицательных чувств лишена человеческого содержания. К тому же человек, лишенный этих чувств, но наделенный сознанием, это массовые насилия и убийства в таких масштабах, по сравнению с которыми кошмары недавнего прошлого будут выглядеть смешными забавами дилетантов. Не надо пугать меня, сказала девица. Я не пугаю, сказал учитель. К сожалению, это будет совсем не страшно. Этого не бояться уже сейчас. Все не больно теперь, и пропали сомнения, и не мечется дух перед смертью лицом. Мы не звери давно и уже не растения, а крупицы машины, ведомой слепцом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ответь с полной откровенностью, что толкнуло тебя на тот жизненный путь, который ты прошел. Однажды, сказал Болтун, я удивился несоответствию между официальной демагогией о нашей жизни и самой реальной жизнью. Я захотел узнать, является это законом нашей жизни или нет, и почему так происходит. И с каждым годом хотел этого сильнее. И чем лучше понимал суть дела, тем больше хотел этого. Вот и все. И ты узнал, спросил Мазилла. Узнал, сказал Болтун. «И чем же этот закон обусловлен?» «Я узнал больше того, что хотел. Я узнал все. И больше не хочу знать ничего. Мне скучно». «Неужели все», спросил Мазилла. «А как же электрон? Он же вроде неисчерпаем?» «Знание электрона не есть знание», сказал Болтун. «Наука вообще не дает знания после того, как стала притчей во языцах. В лучшем случае наука дает веру. Причем ложную и безнравственную. А чаще заблуждение». «А не кажется ли тебе, что твой жизненный мотив был эгоистичен?» «Спросил Мазилла». «Нет», сказал Болтун. «Среди тех законов нашей жизни, которые я узнал, есть такие. Когда люди вопят, что они пекутся о благе народа, они пекутся в первую очередь или вообще о своем благе. Когда люди вопят о самоотдаче, они на деле стремятся к присвоению. И так далее в таком же духе». «Короче говоря, я с самого начала знал все. И в конце жизни я лишь убедился в том, что, к сожалению, был прав». «А как я?» – спросил Мазилла. «Ты не знал с самого начала», – сказал Болтун. «И не будешь знать никогда». «Ну я же слушаю тебя, понимаю, соглашаюсь. Сам многое вижу», – сказал Мазилла. «Это ничего не значит», – сказал Болтун. «Это лишь отражается в тебе, но не рождается и не живет в тебе самом». «А что же живет во мне?» – спросил Мазилла. «Совсем иное», – сказал Болтун. «Творческое начало. А оно слепо и бессознательно. И беспочвенно». «Я познал, и мне стало скучно. Я исчерпал себя. Скоро ты сделаешь все, что заложено было в твоем творческом начале, и тебе тоже станет скучно». «Скука не есть просто отсутствие веселья, радости и тому подобное. Скука есть нечто позитивное. Она рождается, растет и зреет. Она есть законный продукт нашего образа жизни». «Скука не есть, я не знаю, что видишь. Она есть законный продукт нашего образа жизни». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обмен опытом... Наша система власти, сказал Глопоид, проделала длительную эволюцию. Можно схематично выделить три этапа. Первый этап. Давить всех, кто подвернулся под руку. И давить так, чтобы все это видели и чувствовали, что настанет и их черед. Второй этап. Давить, но по выбору. И так, чтобы все думали, будто мы не давим, а охраняем достижения и воспитываем заблуждающихся. Это гуманистический, демократический период. Он не оправдал себя, так как злонамеренные элементы вообразили, будто мы на самом деле гуманисты и демократы. И начали такое вытворять, что пришлось временно вернуться к первому этапу. Третий этап. Сделать так, чтобы давить было некого. Это самый разумный период. Он продолжается до сих пор. Он сочетает в себе достоинства первого и второго. Поскольку никто не подавляется, власть проявляет свою глубоко гуманистическую и демократическую сущность. А поскольку все понимают, что мы при поддержке народа не допустим до такого состояния, когда надо принимать меры, мы – подлинная власть. Мы даже внесли в Конституцию пункт, по которому каждый подыбанец имеет право критиковать действия властей. Причем преследование его карается законом. И этот пункт свято соблюдается. – Критикуют? – спросил Запиранг. – Что вы, – ответил глопоид. – Никому и в голову не приходит, что это возможно. Просто не было еще ни одного случая, чтобы представители власти карались за зажим критики действий властей и за преследование критикующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Легенда Почему ты с теми не сбежал? Почему плечами я пожал? Я за эту землю воевал, за нее я коченел в мороз, за нее я без куска колевал, с потрохами я в нее, как говорится, врос. Не по пьянке из себя слезу давлю, от воспоминаний умилясь. Я и так одну тебя люблю, моя суженная серая земля. Мне расстаться с ней не в моготу. Легче без жены и без детей. Легче пусть живьем зароет тут. Пусть хоть горсть навоза будет ей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конец проблемы. В жопе, как и следовало ожидать, сделали сенсационное открытие. Открытие тысячелетия, как сказал Зайбан. Жоповцы изобрели витамин 3-974, с помощью которого стало возможным сделать Одним словом, из любого индивида можно сделать кого угодно и превратить в любого другого. И делается это в течение нескольких минут. Два-три укола и готово. Так что мы можем теперь иметь сколько угодно физиков, лириков, уборщиц, китайцев, дипломатов, алкоголиков, жуликов, юристов, новаторов, гениев, генералов, друзей, кибернетиков, депутатов, врагов и прочего, и прочего, и прочего, сказал Зайбан. И по мере надобности, можем любого человека с любой должности перебросить на любую другую. Два-три укола и готово. Всего несколько минут. Но именно в этих условиях особенно возрастает руководящая роль братьей и ООН. Мы не можем всех граждан сделать физиками, как это хотелось бы некоторым. Рано. Если все общество будет состоять из одних физиков, то некому будет управлять государством, бороться с алкоголиками и преступниками, лепить бюсты вождей и заниматься политико-воспитательной работой. А кто тогда будет охранять наши границы и разоблачать шпионов и диверсантов? Нам нужны не только физики, но и лирики, и дипломаты, и уборщицы, и повара, и женщины. Да-да, и женщины. Хотя наши ученые научились собирать подрастающее поколение из отходов предприятий, ранее засорявших окружающую среду, а мужчины перестали нуждаться в женщинах, последние все же играют огромную роль в культурно-хозяйственной жизни нашей страны. Нам даже нужны враги и критиканы, чтобы в борьбе с ними оттачивалось наше всепобеждающее учение и воочию представало превосходство нашего строя над всеми другими. Но не любые враги нам нужны. И не в любом количестве. Мы должны соблюдать строгие пропорции и дозировку. Как говорится, бабы всякие нужны, папы всякие важны. Теперь мы преодолели все проблемы и трудности роста. Теперь мы бросим все силы на ширли-мырли. Пора! Но во всем надо знать меру и не вырываться слишком далеко вперед. А то может произойти то, что произошло с недавно скончавшимся запирангом 17. Он лечился гипнозом от мочи недержания и залечился до такой степени, что не смог мочиться даже днем и лопнул от мочи излияния в мозг. Так что мы должны развернуть всенародную борьбу против чрезмерного потребления ширли-мырли. Как говорится, если обедаешь после еды, не избежать тебе крупной беды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращение Я готов согласиться с тобой, говорит Мазила, но в таком случае ты должен признать, что в деле с надгробием я был прав. Ты же сам оценил доклад Хряка как одно из крупнейших явлений в развитии нашего общества. Мы все время смешиваем разные вопросы, говорит Болтун. Одно дело развитие художника, другое дело развитие общества, в котором он живет. Если ты хочешь прогрессировать во втором плане, лепи правдеца, а не заебана. Доклад Хряка не повторим, а все остальное не имеет никакого отношения к моральному прогрессу общества и росту антисоциальности. Ты и не хочешь лепить правдеца. Тебе кажется, что он соизмерим с тобой, поскольку как художник ты не меньше, а может быть больше, чем он. Ты гений, но ты все-таки ибанец. Ты ибанский гений. Правдец, если даже допустить, что он посредственный художник, есть бог. Пусть ибанский бог, пусть божок, божонок, полубог. Но все же он принес в наше общество хотя бы крупицу бога. Ладно, сказал Мазила, а ну их всех, правдецов, хряков, заебанов, богов, полубогов и прочих. Мне тут все осточертело. Закончу с заебана, не бросать же его так, работа почти законченная, сам видишь. Получилось здорово, жаль бросать. Закончу с заебаной и пошлю всю эту ебанскую муть ко всем чертям. Дальше жить тут оскорбительно, независимо от идей и намерений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы понесли большой урон, зажали нас со всех сторон, придется прорываться. Нам выделяют в каждый сектор по квартире, и дачные участки обещают выдать скоро. Мест в академию дают всего четыре, одно действительного, три еще членкора. Насильно выбирать вас не имеем права. Решайте сами, добровольно только. Сперва подумайте ответственно и здраво, и испытание тяжкое перенесите стойко. Но кто-то должен тут стоять, удар врага в себя принять. Решайтесь добровольно. Как наш разгромленный отряд, весь институт за рядом ряд шагнул вперед невольно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ОППОЗИЦИЯ ЗА РАБОТАЙ «У меня идеальные условия для творческой работы», говорит учитель. «Я один. Служебные обязанности отнимают у меня пару часов в день, а то и того меньше. Бумаги, завались. Литература в моем распоряжении любая. Даже все секретные материалы в конце концов попадают ко мне. Я их должен сжечь. Никаких предрассудков, никакой идейной зависимости. Полная свобода. Так что сиди себе, выдвигай гипотезы, развивай концепции». Но за все время на свободе я не написал ни строчки. Я даже секретные материалы перестал просматривать. Сначала было интересно. Все-таки запретный плод. Потом я убедился, что это такая же серость и скукота, как и все то, что публикуется официально. И ничего секретного в них нет. Пустая, бессмысленная форма секретности. Для настоящей науки это все ни к чему. Когда был там, думал, что как только вырвусь на волю, буду работать день и ночь, наверстывать потерянное. Чушь все это. Тщеславное отчаяние покойника переиграть прошлую жизнь. Во-первых, все то, что я мог бы написать, никто не напечатает. Во-вторых, если и напечатают, читать не будут. В-третьих, если и прочитают, то не поймут. Исказят, разнесут, растащат. «Если бы ты был заебаном, твоя писанина сделала бы эпоху», говорит Балда. «Исключено», говорит учитель. «Заебану запрещено не только думать в таком духе, но даже подписывать то, что в таком духе надумали другие. Впрочем, запрещение тут не требуется. Путь в заебаны таков, что это получается само собой. Я мог бы разработать детальную программу преобразования общества в интересах власть имущих, но чтобы при этом кое-что перепало бы и прочим. Это не так уж сложно. Система разумной рационализации напрашивается сама собой. Но не буду. Это пустое занятие. Никакая рационализация тут не нужна. Оказывается, они меньше всего заинтересованы именно в этом. Странно? Нет. Инстинкт самосохранения. Всякая рационализация делает более прозрачными общественные отношения. А они именно этого и не хотят. Они чувствуют себя нормально лишь в условиях путаницы и мультии, чтобы никто ни в чем не смог разобраться. Они по самой своей сути и природе путают карты, ибо играют по методам и не по правилам фиктивной игры. У лучшенцев они боятся еще больше, чем оппозиционеров. Обратите внимание, из нас создали именно группу оппозиционеров, а не группу рационализаторов. С оппозицией легче бороться. Оппозиция явно бесперспективна. Рационализация имеет видимость перспективы, ибо согласуется с официальной демагогией. Кстати, самый верный способ отличить демагогию от искренних намерений это сделать попытку реализовать лозунги демагогии на деле. Прибежала спекулянтка. Эй вы, сказала она, лопухи, в ООН зарплату дают. Ай да, мы там очередь уже заняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Возвращение «Вчера был на банкете у социолога», сказал Неврастенник. «Любопытно. Конечно, поносили правдеца, двурушника, певца и прочих. Осторожно, конечно, как подобает интеллигентам. По принципу «нельзя не признать, но…» или «Такие сякие, но надо признать, что…» «Увы», сказал Мазила, «в этом есть доля истины. Ведь правда же, что…» «Это безнравственно», сказал Болтун. «Безнравственно искать недостатки у таких людей, если они даже имеются на самом деле. Ты же фронтовик. Ты же знаешь, что кощунственно вспоминать о том, что парень, прикрывший своим телом твой бросок вперед, мочился в кровать и иногда ябедничал. Многое из того, что имеешь ты, благодаря им. Благодаря им ты уехал туда и вернулся обратно. И можешь позволить себе обдумывать наиболее эффективный путь своего последующего творческого развития». «Это не совсем так», сказал Мазила. «Кое-чем я обязан и себе». «Верно», сказал Болтун. «Но и о тебе говорят примерно то же, что о них». «Еще хуже», сказал Неврастенник. «Без всяких «но». «Так что здесь общий случай, а не индивидуальный факт», сказал Болтун. «Как в свое время говорил певец, он смело правду вслух сказал и все сполна пожал. Ты спрятал в сторону глаза и плечиком пожал. А я сказал, «Ах тот, ловкач, сенсации мастак». А ты добавил, «Он стукач, иначе как же так?» «Пустяк», брюзжал интеллигент. «Наив цедил второй. Он недопонял наш момент, не раскусил наш строй». А перспективы предлагал, одна другой глупей. И кое-что он там солгал, между нами вот ей-ей. Вот так. Один стряхнет ярмо, как мы встаем горой. Ведь мы да то ли не дерьмо, пока он не герой. Редактор субтитров не герой. Редактор субтитров Очередь. Статистическое бюро ибанского планирования Стабиплан опубликовало данные о ходе выполнения плана по Ширлям-Мырлям за прошлый год. Как всегда, план выполнен досрочно и с перевыполнением на сто процентов. Особенно отличились хлеборубы заебания. Они собирали бы Ширля-Мырля круглые сутки, если бы знали, где они посеяли то, что не сеяли, и является ли то, что не выросло, действительно Ширлями-Мырлями. Большую группу тружеников Серобура-Малинового в крапинку золота наградили орденами. Очередь расширили и укрепили руководящими кадрами. «Теперь наша очередь поднялась на новую ступень», сказал Заибан в речи без повода. «Раньше мы стояли из материального интереса, а теперь из чисто духовного. Раньше у нас преобладала живая очередь. Теперь наши трудящиеся имеют возможность иногда отлучаться из очереди по своим потребностям, предупредив сзади стоящего об этом. Так что у нас обозначился переход к полуживой очереди. Мы обсуждаем проект закона, по которому члены одной и той же семьи могут сменять друг друга в очереди по предъявлении справки с места работы и жительства и характеристики, заверенные руководящим треугольником. Были предложения организовать предварительную запись в очередь, но мы считаем это преждевременным. Думаем, что сначала надо разрешить предварительную запись в список на право записи в список на предварительную запись в очередь». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Легенда Мокрый снег белил окопы, бил в лицо, глаза слепил, сытый лектор в полушубке о грядущем речь вопил. Он на подвиги и жертвы битый час нас вдохновлял, по бумажке называя, кто геройство проявлял. Лектор кончил и уехал. Командир сказал – пора. Кто-то выругался смачно, кто-то запищал – ура. Что положено мы взяли, смертью павших всех зарыв, залегли под мокрым снегом, в ожидании застыв. Только лектор наш знакомый с этим делом не шутил. Орденов и повышений штук полсотни отхватил. Своим именем и рожей по газетам замелькал. И начальником великим надо всеми нами стал. Мне-то что, какое дело? Пусть считается герой. Только в голову приходит мне вопрос один порой. Объясните по науке, происходит это как? Он же был сачок, подлиза, трус, доносчик и дурак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обмен опытом Обсудив проблемы социального устройства общества, договаривающиеся стороны приступили к обсуждению проблем экономических. Как вы обходитесь без денег? Субтитры создавал DimaTorzok Очень просто, сказал Глопоид. У нас на деньги нечего покупать. Как говорили ваши классики, люди, прежде чем заниматься философией, должны есть, пить и так далее. Жилища нам не нужны. Мы живем в жилище естественным образом. Одежда нам не требуется, она нам даже мешает. Мы ее надеваем в порядке наказания. Еды у нас вдоволь. Мы живем кругом в еде. От еды податься некуда. Деликатесы разные. Крысиные хвостики, например. Ах, какая прелесть! Так это по особым заслугам. Так что у нас почти все время свободно от работы. И мы занимаемся тем, что полностью разворачиваем свои творческие способности. Кто на что способен, тот то и делает. Вот послушали бы вы нашего Пукалу. Он такие мелодии выпукивает, что дух захватывает. Такие ноты берет, что ваши шаляпины и карузы по сравнению с ним. Ерунда. Простите, мы, кажется, отвлекаемся в сторону. А как вы обходитесь без денег, если это не секрет? По-разному, сказал Запиранг 39. В некоторых учреждениях дирекция совместно с Братийным и Профсоюзным бюро утверждает уровень потребностей сотрудников в соответствии с инструкцией. И в продуктовом распределителе каждый сотрудник получает по своим потребностям. В других учреждениях выдаются жетоны, похожие на старые деньги, но играющие принципиально иную роль. Они у нас удостоверяют уровень потребности индивида. Есть смешанные формы. Правда, спекулянты и жулики иногда пытаются восстановить денежную систему. Но мы с этим успешно боремся. Как? Перестаем выпускать продукты, являющиеся предметом спекуляции. «Это очень остроумно», – сказал Глопоид. Потом Запиранг намекнул на то, что ибанское руководство крайне заинтересовано в том, чтобы получить от подыбанцев заем на поднятие сельского хозяйства и реконструкцию промышленности. Замухрышко намекнул, что поставит вопрос о режиме максимального благоприятствования. Он уже начал создавать мощную агентурную сеть в Подыбанске, подкупив тамошних бизнесменов и левых. И бизнесмены стали настаивать на налаживании деловых отношений. Им пообещали построить завод «какимаки» на взаимно невыгодных условиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Обращение либералов к потомкам Эй, потомки-сопляки, к вам взывают предки! Подъедайте хилики наших дел объедки! Мы, ибанцы, здравые, мы слева крайне правые, в наивности мы зрелые, в бессилии умелые, мы в честности циничные, в активности пассивные, мы в общем единичные и в целом прогрессивные. Мы с заданием и без по плечу всех хлопали, с превышением и в обрез хапали и лопали, о пороках наших дней думать собирались, нам по морде мы ж ей-ей малость растерялися. И рассудку вопреки мы б достигли многого, нас зажали старики с вашей же подмогою, и заставили творить гнусности и мерзости, не позволив проявить либеральной дерзости. Мы, ибанцы, смелые, мы справа крайне левые, мы зрелые в наивности, умелые в пассивности, по-честному циничные, в бессилии активные, мы в общем единичные и в целом прогрессивные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok